Есть еще два лоадера, которые реже, но тоже бывают полезны. Это ExposeLoader и ScriptLoader. ExposeLoader позволяет указать переменную, и Webpack сделает так, чтобы экспорт этого модуля попал в глобальную переменную с таким названием. Разумеется, предполагается, что этот модуль что-то ценное экспортирует. Если этот модуль старый, то до ExposeLoader можно запустить, например, ExportLoader. В частности, в нашем примере мы можем сделать так. ExposeWork. Теперь у нас три лоадера. Раз, два, три. Webpack устроен так, что внутри каждого лоадера есть две функции. Pitch и основная. Запрос сначала проходит по первой из них слева направо, то есть Expose, Imports, Exports. А потом по другой из них справа налево. Exports, Imports, Expose. Соответственно, порядок лоадеров имеет значение, если заглянуть в документацию, то здесь, вот видите, явно указано. Expose, слева от Imports, слева от Exports. В нашем случае, если я запущу сейчас сборку, то посмотрим, что получится. Вот. У нас это так же, как было. И дополнительно добавился еще один такой модуль. Видите, весь из себя такой страшный, Webpack-овский. Если я отформатирую код, вот на что это похоже. Короче говоря, он берет и экспорт этого модуля, видите, под номером 2, записывает в глобальный объект. Как правило, Expose Loader используют тогда, когда хотят к экспорту модуля обращаться из HTML напрямую, через глобальную переменную. Еще один лоадер, это Script Loader. Я его исключительно для полноты картины здесь упоминаю, потому что используется он чрезвычайно редко. Итак, Script Loader позволяет подключить скрипт в глобальном контексте. Тут как раз место, где демонстрация красочнее любых описаний, поэтому я просто ставлю Script Loader, пересобираю, и сейчас мы увидим, что получилось. Вот. Смотрите. Вот. Весь код, который был в All.js, попал сюда. То есть трешка, это такая вот строка длинная. И дальше добавился еще модуль 2, который эту строку и валит в глобальном контексте. Конечно, такой модуль не будет сжиматься минификаторами, тут не работают source мэпы. То есть достаточно кривая штука этот Script Loader, по возможности лучше его не использовать.